Ну что же, госпожа Авутыня, расскажите, пожалуйста, почему этот телефон появился и была ли в нем действительно необходимость? До этого в Латвии работают разные телефоны доверия и для детей, и для тех, которые пострадали в продаже людей. И в нашем центре работает кризисный телефон 24 часа 7 дней недели. И вот этот телефон особен тем, что по директиве Еврокомиссии Латвия должна выполнить эти минимальные требования, чтобы выполнить, чтобы помочь тем, которые пострадали именно в преступлениях разных. То есть это директива Еврокомиссии? И, соответственно, деньги тоже европейские? Государственное министерство по юстиции тоже эту идею одобрало, и вот поэтому появился такой телефон. Номер телефона, он всей Европе одинаковый. То есть если человек попадает в преступление в другой стране Евросоюза, тогда после того, как он обращался к полиции и на скорой помощи, он может звонить на такой же номер, и он будет получить такую же помощь. Но язык будет тот, в какой стране он находится. Если консультант умеет разговаривать в других языках или дать такую минимальную информацию, тогда это тоже уже бывает очень важно в таких ситуациях. Давайте тогда озвучим номера телефона помощи жертвам преступления. Это 116-006. В продолжении выпуска мы еще раз повторим, чтобы вы могли уже записать. Если кому нужно, то позвоните и получить какую-то помощь. Телефон начал работу совсем недавно. Скажите, какова отзывчивость людей, как много звонков поступает на этот номер? В первый месяц работы мы уже получили больше, чем 200 звонков. Люди интересуются, так как это бесплатная линия. Люди сначала звонили просто, чтобы познакомиться о том, что это за услуга, что тут можно получить. Но вот сейчас люди уже больше звонят именно о своих ситуациях и рассказывают о том, что они пережили. Спрашивают разные вопросы, что делать, как делать, где обращаться за помощью. Кто в основном звонит? Это мужчины, женщины? И мужчины, и женщины. Какой возраст? Возраст бывает после 30 лет. То есть взрослые люди, которые пережили какую-нибудь ситуацию, о которой они были бы готовы рассказать, обсудить и спросить, что им не ясно. 200 звонков в месяц – это довольно серьезная цифра, это довольно много. Примерно 8 звонков в день? Да. Откуда люди информацию так быстро получили, что такой телефон существует? Да, у нас была пресс-конференция. Мы сделали плакаты по Ригу и районам, можно их видеть. Мы очень стараемся информацию дать и в Фейсбуке, и у нас есть интернет-сайт, есть домашняя страница цветушаем.тлв. Там тоже есть разная информация о том, что именно как потерпевший человек может сделать и что ему надо сделать. Но в основном звонят кто? Те, кто нуждается в психологической помощи или, может быть, не знают, какие шаги предпринимать в ситуации. Вот он стал, например, очевидцем какого-то преступления и не знает, как дальше себя вести. То есть это консультации какого-то юридического больше характера или психологического? Больше, конечно, психологического, потому что человеку, который пережил давно или недавно какие-нибудь случаи, сначала надо справиться со своими эмоциями, дать возможность их отреагировать, и только потом он может обсудить и думать, что делать дальше. Бывают такие случаи, когда звонят о давних пришествиях, рассказывают о том, что они пережили, может, только сейчас опознали, что они тоже как пострадавшие. И интересуются, можно ли они опять в полицию обратиться, может, они там какую помощь еще получить. И бывают такие, которые только что что-то пережили. Это, конечно, не заменит полицейскую помощь и юридическую консультацию. Наши консультанты знают, где можно получить информацию, которая важна для тех, которые потерпевшие. Работники горячей линии, они сохраняют конфиденциальность или они могут передать дело, допустим, в полицию? Да, это телефон анонимный, конфиденциальный, никому мы не рассказываем о их ситуации, и никто не должен представить себя, как его зовут. Также наши консультанты остаются анонимные, и вполне анонимный телефон, чтобы люди доверялись, рассказывали о своих ситуациях, потому что главная функция – это эмоциональная поддержка, и потом информирование о том, что можно делать дальше. То есть ни при каких условиях консультант, человек, работающий на телефонной линии, не может выносить информацию, передавать ее полиции, даже если там что-то из ряда вон выходящее и очень опасное. Мы можем самого человека осмелить обращаться в полицию за помощью, и, ну, не знаю, сказать, что это опасно, что было бы хорошо, если он обратился в полицию за помощью, что он имеет право это делать. Люди, которые работают на горячей линии – это кто? Психологи? Да, это психологи, специально обученные консультанты именно по работе по телефону, в кризисных ситуациях. И сейчас мы должны были обучить немножко больше именно этих юридических вопросов и порядок, как человек, и где может достать ту помощь, которой он нуждается, именно вот тот момент, в котором он находится. Люди, работающие в таких кризисных, на таких кризисных телефонных линиях, подчас и сами нуждаются в психологической помощи. А оказывается ли им поддержка? Да. Так как у Центра Скалбаса есть большой опыт именно с работниками, которые работают на горячей линии, мы присматриваем то, сколько смен один человек может брать, получает ли он сам поддержку. И это профессиональные супервизии, где встречаются все специалисты, обсуждая те вопросы, с которыми им было трудно справиться. И вот может узнать о себе что-то, может какую-нибудь ситуацию, с которой я сам не могу справиться. В Европе есть аналог телефона доверия нашего латвийского жертвам криминальных преступлений? Да, есть. Есть и в Германии, есть в Португалии, работают уже 15 лет. Есть и в Ирландии, есть даже в Литве. Вы как-то с ними сотрудничали, может, советовались с теми же самыми литовцами, наверное? Да. Ну вот мы работаем только один месяц. У нас есть план, мы пишем проект о том, что мы могли поехать в гостях, посмотреть, как у них там дела, как они эту помощь оказывают. Именно вот такой эмоциональной, информативной помощью. С какими темами звонят? Разными бывает. Январь, начало января было очень таким в погоде, с много снегом, и было очень много аварий, и казалось, что люди звонят после того, как они пережили автоаварии, звонят о семейных вопросах и семейном насилии, достаточно много людей, и вот о таких давних предшествиях. Да, в предшествиях. В предшествиях, да. И вот, да, вот о таких вопросах обращаются. А преступники звонят? Человек, который сам причинил кому-то зло и захотел выговориться, поговорить? Ну вот до этого у нас нет такого опыта, но вот на кризисном телефоне были так, что сам насильник звонит, да, и хочет разговаривать. Расскажите подробнее тогда о кризисном центре Скалбы, чем там занимаются еще, помимо этого? Да, в кризисном центре Скалбы есть психологи, они дают психологические консультации. У нас происходят группы для женщин, которые сами были жертвами семейного насилия. И вот у нас есть сейчас две телефонные линии. Один этот для тех, которые потерпели преступление, и другой кризисный телефон, который работает уже почти 20 лет. Люди нас знают, они звонят, они интересуются, они знают, что на этот телефон, звоня на этот телефон, они могут обсудить с себе важные вопросы, можно обсудить такие вопросы, о которых с другими они не решаются разговаривать. Что побуждает людей позвонить? Вот что является таким толчком? Почему там, вы говорите, есть те, кто когда-то давно пострадал, почему именно сейчас, сегодня они все-таки решаются поговорить? Ну, это легко использовать этот телефон. У каждого сейчас есть аппарат телефона, любой может нажать кнопочки и вот попробовать поговорить. Бывает, что людей осмеливает то, что они будут выслушаны без упрекания, они будут, может, получить какую-нибудь информацию. Это легко, доступно, и это тоже бывает как такой толчок для людей попробовать позвонить именно на такой телефон. А повторные звонки случаются, когда человек входит во вкус? Приятно, когда тебя слушают, не упрекают? Да. Может быть, кто-то звонит просто поговорить? На кризисном телефоне, так как мы уже давно работаем, есть такие клиенты, которые постоянно звонят и находят это как решение для своих каких-либо личных проблем. Но вот на этого телефона мы еще не знаем, есть ли у нас постоянные звонители, так как мы не знаем ни номер и работает много консультантов, и они не могут всех опознать. Если человек сам не говорит, что он повторно звонит, тогда мы никак не можем об этом узнать. Случались звонки, которым вы отказывали по каким-то причинам? Ну, если эта тема не по вопросам, которых мы можем решить, и не можно так сказать, что мы отказываем, но мы, может, больше объясняем, что этот телефон думан именно для таких ситуаций, но, например, мы не раздаем пищу или не даем деньги. Ну, вот объясняем больше, что можно получить, а что нет. Консультации на этой горячей линии только на латышском языке или на русском языке тоже могут дать? Да, можно и на латышском, и на русском. И то, что мы обсудили, уже бывают консультанты, которые могут и по-английски такую важную информацию рассказывать. Есть определенная категория людей. В основном это пожилые люди, одинокие люди, которым просто не хватает общения. И мы прекрасно все знаем, что эти люди любят часто ходить к врачам, поликлинику, еще какие-то инстанции, где они могут получить просто живое человеческое общение. Вот наблюдаете ли вы тенденцию, что к вам звонят именно такие люди, просто пообщаться? Да. Именно на кризисном телефоне мы эту тенденцию видим, что есть эти пожилые люди, которые больше звонят, чтобы обсудить то, что я за день сделал, или рассказать о том, что важное сегодня произошло. Да, такая тенденция есть. И бывает часто, что именно по праздникам, когда люди вместе где-то собираются в семьях, и у таких людей, которые не имеют семьи, тогда они тоже часто используют именно этот телефон, чтобы поговорить. Перед началом интервью мы говорили о статистике, что число преступлений в Латвии уменьшается, хоть не такими стремительными темпами. По вашим ощущениям, количество преступлений уменьшается или увеличивается? То, что, мне кажется, не хватает, это именно это общение. И бывает так, что люди даже не понимают, что они пострадали в преступлении. И они думают, что им не надо, не знаю, обращаться полицией. Поэтому, я думаю, много дел остается без решения, потому что люди сами не осознают, что они потерпевшие. То есть, я думаю, что много чего остается неоткрытым. Вот какие дела конкретно остаются неоткрытыми? Ну, именно эти вопросы, которые касаются семейным насилием. Очень много до сих пор в семьях происходят ссоры и физическое насилие. И женщины не принимают, что это что-то, о чем они должны, что они там должны что-то делать. Это просто семейное дело. И это остается таким, ну, закрытой темой. Также насилие против детей остается. Ну, бывает часто, как закрытая тема. Дети звонят? На этот телефон реже, но бывает, потому что у детей у самых есть свой телефон доверия. Телефон номер очень похож. И вот, ну, они часто просто хочут поинтересоваться, что это за телефон и что тут можно получить. С нашего с вами разговора можно сделать вывод, что люди в нашей стране оказываются достаточно любознательны и любопытны вот к такого рода инициативам. Если уж вы говорите, что поначалу просто звонят и интересуются, что же это за телефон. Да, конечно, интересуются. Это то, что в течение, ну, например, преступления бывает так, что сначала человеком разговаривает врач. Там он тоже не готов выслушать, что же с тобой произошло. Он смотрит, оказает помощь. Потом полицейский, он должен разрешить это преступление, он ищет какие-нибудь зацепки, как он может это разрешить. И с этим человеком никто не разговаривает просто так о его чувствах. И вот поэтому, я думаю, очень важно, что есть такая линия, что после того, как другие инстанции уже оказали помощь, это возможность просто избавиться от тревожности, высказать свой страх или объяснить, как я почувствовала одной или другой ситуации. И вот это то, чем человек очень часто нуждается. У людей есть естественная нужда высказаться после трудного дня на работе или что-то случилось, мы пойдем домой, находим человека, которому мы доверяем и рассказываем, что мы пережили. Но бывает так, что не бывает человек, кому можно это рассказать. Телефон помощи жертвам преступления – это одноразовая акция или она продлится еще долго? Да, это не акция, это как правило, если мы хотим состоять Яросоюз, это как услуга, которая должна быть все время. Давайте тогда напомним номера телефона, по которым люди, у которых есть проблемы, которые столкнулись с преступлением, могут звонить. Это номера 116006, 116-006. Телефон помощи жертвам преступления работает 24 часа в сутки, работает уже месяц, люди звонят. Так что если вам есть что сказать, и вы не можете поговорить с близкими людьми, то позвоните психологу, вам помогут не только психологической помощи, но даже и юридической. Ну, этому хорошему проекту хочется пожелать, с одной стороны, процветания, а с другой стороны, чтобы все же, наверное, телефонных звонков было поменьше. Понятно.